Всем привет, это XBT.com. У компании Garmin довольно большая линейка фитнес-устройств. Это и различные спортивные GPS-часы и фитнес-трекеры, в их числе браслеты Viva Smart. Они довольно дорогие по сравнению с моделями конкурентов, но зато у них есть продвинутые функции, которые ориентированы именно на спортивное использование. Этой зимой Garmin выпустила новую модель Viva Smart HR. Буквы H и R в названии означают Heart Rate, то есть сердечный ритм. Это и есть главная особенность модели – измерение сердечного ритма. У браслета оптический датчик, похожий на те, что установлены во многих умных часах, но покрупнее. Важно, что он делает измерения автоматически и фиксирует всю статистику в течение дня. Однако, в отличие от специализированных пульсометров, которые крепятся на грудь и, кстати, могут работать в связке с фитнес-браслетами Garmin, здесь есть некоторый лаг при измерении пульса. То есть, допустим, если вы сделаете серию приседаний, то браслет не сразу отреагирует на возросший пульс. Поэтому все-таки для серьезных тренировок, когда вам надо в режиме реального времени видеть изменение пульса, гибко корректируя нагрузку, этот гаджет не подходит. Его задача – накопить статистику о вашем пульсе в течение продолжительного времени. В принципе, то же самое делают, например, Apple Watch или недавняя новинка Sony Smart Band 2. Но в плане остальных фитнес-возможностей они, конечно, уступают Garmin Viva Smart HR. Например, браслет Garmin может регистрировать периоды высокой активности или круги при беге, а также он учитывает подъем пешком на этажи. Но GPS-часы типа Garmin Fenix 3 все же функциональнее. Так, в отличие от Fenix 3, Viva Smart не особо полезен при плавании, хотя и позволяет плавать и даже нырять на глубину до 50 метров. Дизайн браслета чисто функциональный. Его вряд ли можно воспринимать как украшение, как стильный наручный аксессуар. Силиконовый ремешок несъемный, основная часть устройства выполнена из пластика. Сверху мы видим маленький черно-белый дисплей. Он сенсорный, управляется горизонтальными и вертикальными свайпами. Помимо отображения времени и сведений об активности, браслет может также показывать уведомления. Но из-за миниатюрности дисплея читать их совсем неудобно. То есть функция эта мало полезна. Единственная кнопка позволяет переключаться между режимами меню, а также включать-выключать устройство. Она утоплена в корпус и нажимается с заметным усилием, так что случайно ее не нажмешь. Имеется отслеживание фаз сна, но умного будильника, увы, нет. В целом Garmin Viva Smart HR довольно удачная модель для тех, кто серьезно занимается фитнесом и готов потратить время на изучение возможностей фирменного приложения Garmin Connect. По сравнению с предыдущей моделью, фишка новинки – автоматическое измерение пульса. Но профессиональным спортсменам лучше все-таки взять спортивные GPS-часы. А тем, кому достаточно просто шагомера в симпатичном корпусе, стоит обратить внимание на более дешевые модели, поскольку Garmin Viva Smart HR сейчас продается за сумму около 15,5 тысяч. А это все-таки довольно много. Детальный обзор устройства вы найдете на axbt.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и читайте статьи на нашем сайте. До скорых встреч!